Здравствуйте, друзья мои! Я вас безумно рад приветствовать в этом новом выпуске моего персонального челленджа, где каждый день мы делаем видео на YouTube, несмотря ни на какие обстоятельства. Вы знаете, у меня в разгаре ПГ-марафон, у меня семейный обязательно, но это не означает, что есть оправдание не делать. Сегодня я даже забыл лэптоп дома, но я выписал вопросы, которые я хочу осветить на бумажке, ребята, на доске, и это не явилось причиной не делать видео. Поэтому никогда не оправдывайтесь, никогда не говорите самому себе, что у меня нет времени, или я устал, или какие-то обстоятельства против меня. Все это, ребята, херня. Работаем. Поехали. Сегодня у нас вопросы от Армина Берга, который он задал в YouTube. Алексей, что с темой молока, какой вред в нем заключается для взрослых и детей, кроме младенцев? Много плохого в последнее время слышал, очень много читал исследований, которые вызывают доверие от очень умных дядек в белых халатах. Это уже от меня добавление, это не Армин писал. И серьезные приводятся доводы в противовес употреблению молоку. Поехали разбираться, Армин. Огромное вам спасибо. Ребята, и вы знаете, если у вас есть любые вопросы, обязательно внизу в комментариях пишите их. Ребята, раскликивайте описание, там ссылки на все социальные сети. Обязательно подписывайтесь на Инстаграм, друзья мои. И, конечно, ваши вопросы будут все приветствоваться, потому что мы все вопросы разбираем и на все вопросы отвечаем. Поехали разбираться. Армин, смотрите, какая самая прикольная штука. То, что каждый день выходит потрясающе, просто невероятный и сотрясающий мир, и переворачивающий ваше сознание исследования от разных очень авторитетных компаний. А вы знаете, что мне еще понравилось? В последнее время вот все эти исследования, о которых говорят люди, ты заходишь в вот такую вот статью на 300 страниц, а внизу кто проводил это исследование? PepsiCo, да? А это компания, которая делает чипсы лейсы, PepsiCo и прочую разу нечисть типа Фанты. И, конечно, эти исследования всегда кому-то выгодны, всегда кому-то нужны, потому что никогда миллионы, миллионы долларов не будут выделяться, потому что просто так они хотят доказать вред молока, чтобы выжили дольше. Армин, это же все бизнес. Бизнес всегда стоит в главе угла. Так же, как PepsiCo спонсирует исследование пользы спорта, не просто так, потому что потом вот такими буквами на чемпионате мира по футболу написано «Спонсор показа Кока-Кола, пейте и играйте как в пиле», да? Ха-ха! Смешно. Армин, самое главное, на что вы должны опираться, это на здравый смысл, на свой здравый смысл и на свои знания о диетологии. Если говорят о вреде молока, это не значит, что все молоко вредно. Если говорят о вреде для всех, кроме младенцев, тоже впильтруйте через призму своего опыта и через призму своих знаний. Если вы спрашиваете моего совета, я вам скажу, я не считаю за молоко всю жидкость, которая продается под брендом молоко, которая хранится более двух дней, которая имеет жирность меньше 5%, когда ты бутылку вот так вращаешь, сверху должен быть осадок и сливок. Это настоящее молоко. Если ты его поставил даже в холодильник более двух дней, и оно прокисло, это настоящее молоко. Вот эта санина, которую в супермаркетах продают, вот таких в тетропаках, которая хранится по полгода, это не молоко, это просто напиток. И он приравнивается в моей личной книге к тем же напиткам, где и Кока-Кола, Фанто Спрайт, потому что это точно такая же бодяга, которая содержит сахар или сахарозаменители. Если вы покупаете молоко с 1,2 жирностью, 3,2 жирностью, 3,5, это все не молоко, друзья мои. Это все помои, которые как бы похожи по вкусу на молоко. Поэтому выбирайте ваш продукт правильно. Я не считаю, что молоко вредит здоровью. Вы вдумайтесь, как долго жили наши прабабушки и прадедушки. Моя лично бабушка, которая пила молоко на регулярных основаниях. Одна прожила до 88, а другая, ребята, другая. Любовь Иванова, я вас обожаю, если вы это смотрите. Спасибо вам огромное. В 90 с лишним лет выходит на улицу, их висит на турнике и еще пытается подтянуться. Показывает всем этим засранцам, которые во дворе сидят, курят, что такое долголетие, и что такое выносливость, и что такое здоровье. И она пила всю жизнь молоко из-под коровы. Вредно, ребята, пить, курить и заниматься лишней полемикой во время того, как нужно вкладывать свое здоровье и стараться умножать свои знания. Поэтому, Арвин, вам огромное спасибо за то, что вы стараетесь задавать умные вопросы. Огромное спасибо всем ребятам, которые пишут, их правильные и замечательные комментарии. Спасибо вам огромное. Пейте здоровое, настоящее молоко с высоким процентом жирности, которое хранится не более двух дней, и никогда в жизни вреда вашему организму вы не нанесете от такого полезнейшего продукта, который богат витаминами, минералами, которые пили тысячелетиями наши предки, и сейчас кто-то пытается доказать вам, что это вредно. Не слушайте глупые заявления. Вредно пить коммерчески пастеризованный продукт без жира, с сахарозаменителями и искусственно набавленным уровнем лактозы. Это вредно. А пить настоящий здоровый продукт, который приумножает ваше здоровье, это полезно. Поэтому будьте здоровы, друзья, и мы двигаемся только вперед!